Яна Златоустова, сегодняшнее евангельское чтение, Евангелие от Матфея, 6 глава. Помыслим и ужаснемся, что заставили мы сказать Христа? Сравнить богатство с Богом. Если же и представить это ужасно, то не гораздо ли ужаснее на самом деле работать богатству и его самовластное владычество предпочитать страху Божию? Итак, что же скажет кто-нибудь? Ужели не могло быть этого у древних? Нисколько. Как же Авраам и Иов угодили Богу? Спросишь ты. Не о богатых упоминай мне, но о тех, которые раболепствовали богатством. Иов был богат, но не служил мамоне. Имел богатство и обладал им. Был господином его, а не рабом. Он пользовался им, как управитель чужого имения. Не только не похищая чужого, но и собственно отдавая неимущим. И что всего более, он не услаждался тем, что имел у себя. Как сам в свидетельстве об этом говорят. Радовался ли я, что богатство мое было велико? Книга Иова, 31 глава. Потому-то и когда лишился богатства, не скорбел. Но ныне не таковы богатые. Они, будучи несчастнее всякого пленника, платят дань мамоне, как некоему жестокому тирану. Любовь к богатству, овладев их сердцем, как бы некоторая крепость и непрестанно дает им оттуда свои повеления, дышащие беззаконием. И ни один из них не противится этим повелениям. Итак, не мудрствуй излишне. Бог однажды и навсегда сказал, что служение богу и мамоне не может быть соединено вместе. А потому ты не говори, что может быть соединено. Когда мамона велит посещать чужое, а бог повелевает отдавать ей собственное имущество. Когда бог повелевает вести жизнь целомудренную, а мамона жить блудно. Когда мамона повелевает упиваться и присыщаться, а бог напротив обузывать чрево. Когда бог повелевает презирать настоящие мирские блага, а мамона прилипляться к ним. Когда мамона заставляет удивляться мраморам, стенам и крышам. А бог все это презирать и почитать истинную мудрость. Как же ты говоришь, что служение богу и мамоне может быть соединено вместе? Видишь ли, как он опять, и притом гораздо сильнее, нежели прежде обличает слушателей, показывает притом, что он не заповедует ничего трудного и неудобного, и неудобоисполнимого. Подобно тому, как тогда, когда он говорил, если любите любящих вас, то ничего великого не делайте. И язычники тоже говорят, Матфея 5 глава, если нам должно превзойти книжников и фарисеев, то чего мы будем достойны, когда не только не превосходим их, но и пребываем в слабости язычников и ревнуем их малодушию. На этом обличении Христос, однако, не остановился, но после того, как тронул, пробудил сильно, укорил своих слушателей, с другой стороны, утешает их, говоря, Отец ваш, Небесный, знает, что вы имеете нужду во всем этом. Не сказал, знает Бог, но знает Отец, чтобы таким образом возбудить в них большее упование. В самом деле, если Бог есть Отец, и при том Отец всеведущий и попечительный, то не может Он презреть сынов, находящихся в бедах, когда даже и люди, будучи отцами, не делают этого. Вместе с тем, Христос приводит и другое доказательство. Какое же? Что вы имеете нужду во всем этом. Смысл этих слов его таков. Излишнее ли это, чтобы Бог мог пренебрегать этим? Он даже и излишним не пренебрегает, как, например, красотой в цветах, а тут необходимое. Таким образом, что тебя побуждает заботиться, то, по-моему, должно отвлекать тебя от такой заботливости. Если ты скажешь, мне потому должно заботиться о пище и одежде, что они нужны, то я, напротив, скажу. Но потому-то самому, что они необходимы, ты не должен заботиться. Если бы они были и излишни, то и тогда надлежало бы не отчаиваться, но с твердым упованием ожидать подаяния их. А раз они необходимы, то и сомневаться об этом не следует. Какой отец не захочет доставить необходимого своим детям, так и поэтому уже Бог непременно подаст нужное. Аминь. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже!